Привет, это канал GoFingerStyle, меня по-прежнему зовут Максим Ярушкин, и сегодня я отвечу на ваши вопросы. Данир Сайдулин спрашивает, чем по-твоему отличается профессионал от виртуоза? И Евгений Ковальчук еще дополняет вопрос, чем отличается любитель от про, да и вообще расскажи про свою личную ступень развития. А лучше, например, как бы ты оценивал уровень игры другого человека, то есть, что должен уметь про, любитель, виртуоз и так далее. На мой взгляд, любитель и профессионал отличается тем, что профессионал научился монетизировать свои способности. Насколько ты можешь, хочешь и умеешь получать доход от своего ремесла. А вопрос, виртуоз не виртуоз, это скорее всего уже относится к непосредственно ремеслу. Можно быть любителем, виртуозом, то есть, сидеть дома на диване, никому это не показывать, не демонстрировать, то есть, просто играть исключительно для себя, что называется, виртуозно. А можно быть профессионалом, но при этом не иметь никаких сверхспособностей, то есть, просто выполнять свою работу. И таких, на самом деле, гитаристов и вообще музыкантов достаточно много. Обратите внимание на кавер-группу, видите, просто в гугле, группа на свадьбу и так далее. Потому что и не требуется на свадьбе какая-то виртуозность, просто нужно исполнить качественно, вовремя, чтобы хороший звук, чтобы артисты хорошо выглядели, были трезвыми и так далее. То есть, это и есть профессионализм, когда ты выполняешь поставленные перед тобой задачи. То, как ты выполнил свои задачи, оценивается деньгами. Поэтому профессионал-отлюбитель отличается именно оплатой. Что касается меня, то я не могу себя отнести к виртуозам, потому что я не обладаю способностью сверхбыстро исполнять что-то, снимать быстро на слух музыку. Но при этом могу отнести к профессионалу, потому что, в принципе, я монетизировал свое исполнение. Я надеюсь, что на концертах справляюсь с поставленными передо мной задачами. Поехали дальше. Феликс Рабамский спрашивает, Максим, можешь ли выложить схематичное видео, как лично ты разогреваешь руки? Играешь ли ты гаммы? Спасибо. Насчет гаммы. Нет какого-то там набора гамм, которые нужно играть, которые вам помогут перейти на новом уровень и так далее. Чтобы играть гаммы, вам нужно углубиться не в практику, а в теорию. То есть понять, что такое гамма, чем отличается мажорная от минорной гаммы, что такое ступени, какую краску дает та или иная ступень. И тогда вы сможете, в принципе, любую гамму подобрать на грифе самостоятельно, без каких-либо таблиц. Это первое. А второе – это техническая часть вопроса. То есть гаммы часто играют, чтобы разогреть руки. Но, честно говоря, в этом не вижу никакой необходимости, потому что что такое разогреть руки? Это быстро передвигать пальцами. Ну, вместо гаммы можно играть какие-нибудь приятные мелодические фразы. Или, если вы уже обладаете, там, науком импровизации, там, посидеть, поимпровизировать пару минут и точно так же вы разогреть эти руки. А что касается того, как я разогреваюсь, на самом деле я уже записывал небольшое видео для канала Димы Ильясова. Ссылочку на это видео я оставлю в описании. Женя Ковальчук спрашивает, а когда ты записываешь, сочиняешь аранжировку, как ты фиксируешь ноты? То есть я так подумал, что ты как раз таки записываешь в какой-нибудь программе, а потом, собственно, тебе не составляет труда поделиться ими с подписчиками. Или у тебя это по-другому происходит? Женя, спасибо большое за вопрос. На самом деле, очень актуально, потому что многие думают, что я играю на ютубе произведения по каким-то табам, каким-то нотам, которые потом зажимаю и не делюсь с вами, потому что я вот такой жадный и жду, пока табы подорожают в сцене. Но на самом деле нет. Обычно я, ну, прорабатываю аранжировки просто повторяя их максимум, что я делаю. Если сложная структура или я не могу никак запомнить последовательность аккордов, то я записываю последовательность аккордов, типа припев такие-то аккорды, куплет такие-то аккорды. Очень редко я делаю сперва табы, ну, какие-то наброски, а потом играю. Но мне очень сложно на самом деле, потому что я могу в процессе игры что-то убирать, что-то добавлять там по настроению, и потом это не сходится, и мучительно больно от этого. Обычно я играю, а потом включаю видео и включаю Guitar Pro и пытаюсь все это снять, что я там наиграл. Хотя, конечно, лучше было бы делать наоборот, потому что я бы играл точно по нотам, но не хочется играть точно по нотам, честно говоря. У меня как-то другое ощущение от музыки, когда ты не привязан к конкретному тексту. Поэтому зачастую я тяну с тем, чтобы выкладывать табы к своим аранжировкам, потому что это, ну, действительно большая работа, которая требует большого количества времени, чтобы снять с видео точно в табы, в ноты то, что было сыграно. Федор Абафомедов спрашивает, вопрос такой, как не забывать выученные произведения? С ростом репертуара часто тупо забывается, особенно если учил что-то, скажем, год назад. Или это нормально? Федор, это абсолютно нормально, но для себя я вывел очень простой способ записывать себя на видео. Если у тебя есть видео, где ты играешь, это значит, что, скорее всего, ты это отлично проработал. И два, когда ты через год захочешь сыграть то, что ты забыл, у тебя есть видео, открываешь, видишь свою игру прекрасную, движение пальцев, аппликатуру и так далее. Очень легко вспомнить. Ну, от себя скажу, что я не проигрываю каждый день весь репертуар, просто готовлюсь к каким-то концертам заранее и все. Александр Гаррет Бин, Александр, если ударение неправильное, не ставь, дислайк, спрашивает, как записать гитару на природе? Очень просто, на самом деле используются профессиональные диктофоны. Диктофоны, например, сейчас я пишу звук вот в такой вот, это Zoom H6, есть более младшие модели, там H1, H4, H2 и так далее. И они работают на батарейках, очень удобно, поставил на штатив и все. Ну и классическая схема с конденсаторным микрофоном, стойкой для него, внешней аудиокартой и ноутбуком. Соответственно, ноутбук только нужно зарядить, чтобы автономно все это записывать на природе. Эмиль Ишбердин спрашивает, переживаю за гитару, когда делаю бочку запястьем. Ничего не испорчу, гитара не треснет. Один раз живем. Ну, скорее всего, треснет на самом деле. У меня сигл канадский треснул, но, слава богу, есть гитарные мастера, которые это все делают красиво. И потом можно после одного захода к такому мастеру бить еще сильнее и ничего не треснет. Уже, потому что треснуло. Эмиль Айдарова спрашивает, у меня такая проблема, сегодня исполняю мелодию чисто, без опинок, а на следующий день коррелло играю, будто первый раз гитару взяла в руки. С чем это может быть связано? Как говорит Томи Эммануэль, гитара у нас остается каждый день одинаковой. Это мы меняемся. И это нормально, если вчера вы отлично играли, сегодня ужасно. It's ok, то есть, возможно, просто по настроению эта композиция сегодня вам не вкатывает. А, возможно, вчера вы весь день играли, и у вас уже руки разогрелись, и вы уже ас, а сегодня может не получаться. Иногда, кстати, бывает наоборот, что ты запиливаешь там пять дней подряд композицию, готовишься к чему-то, и к пятому дню она только хуже начинает звучать. Тогда нужно сделать перерыв, два-три дня не брать гитару в руки, и потом она может звучать. В общем, если вам не требуется каждый день стабильно играть, там, не знаю, вы не даете там частых концертов, выступлений, то относитесь к этому спокойно. Это нормально, что каждый день у вас меняется качество исполнения. Федор Бафометов спрашивает, часто перестроивая гитару в Dead Get и обратно в стандартный строй, влияет ли это на дерево, вредит или что? О, натяжение же меняется. Да, наверное, натяжение меняется, но я не думаю, что это критически как-то сказывается. Ну и в конце концов, все мы смертные, в том числе и гитара, рано или поздно, а может быть, не придется, а может быть, придется менять, никто не знает. В общем, не надо париться над такой мелочью. Что, если я скажу, что вредит, то все, теперь не перестраивать. Ну, в любом случае, конечно, удобно и две гитары иметь, одну для Dead Get, другую для стандартного строя. Но Павел Салаткин спрашивает, где достать нормальные табы, кино, пачка сигарет? Константин Кучмасов спрашивает. Остается такое ощущение, будто прогресс обучения стоит на месте и долгое время не сдвигается с места. Как бороться с этой проблемой? Заранее спасибо. Константин, вопрос. А как ты занимаешься? Если ты занимаешься по какому-то материалу, я имею в виду книга или видеокурс, или преподаватель, то тут очень легко можно отследить. Обычно это разбито на первый, второй, третий, пятый урок и так далее. С преподавателем то же самое. Он всегда поможет отследить твой прогресс. Если ты занимаешься хаотично, то есть просто смотришь видео на ютубе, то сложно, в принципе, отследить твой прогресс. То есть непонятно, ты сейчас на первом уроке или на пятом, или на двадцать пятом. Тут надо понять, как ты измеряешь свой прогресс. И тогда будет понятно, почему он не идет. Пока я для себя выявил очень хороший способ измерять прогресс, это записывать себе одно видео, там, я не знаю, в первый день обучения, и там, в тридцать первый день обучения. Может, даже одну и ту же композицию, смотря на каком вы уровне сейчас находитесь. И будет видно, главное, вам с вами будет видно себя со стороны, как вы выросли или не выросли. Надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Новые вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Либо в специальной теме ВКонтакте, я тоже оставлю ссылочку в описании. Спасибо большое вам, что смотрите меня. Если вдруг какая-то информация из этого видео вам показалась полезной, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если, мало ли, мало ли, вдруг вы не подписаны на канал GoFingerStyle, то обязательно подпишитесь. И увидимся с вами в следующий четверг. Пока! Здравствуйте, Максим. У меня такая проблема. Такая проблема? Было все нормально. А потом опять... sубтитры сделал DimaTorzok